Что может быть лучше хорошего совета? Конечно же мудрость, выбранная собственной интуицией. Вам нужно внимательно посмотреть на фотографии и выбрать артиста, руководствуясь не столько своими симпатиями, сколько едва уловимым порывом. Кто на ваш взгляд скажет вам сегодня очень полезную и разумную вещь и поможет в решении ваших проблем? От кого вы бы хотели получить послание? Совет от Анжелины Джоли звучит так. Пока ты жалеешь о чем-то, ты стыдишься себя. Пока ты стыдишься, ты в клетке. Ни о чем не жалейте и простите себе все. Все прошлые ошибки и неправильные поступки, неудачные решения, упущенные возможности, вчерашнюю лень и так далее. Ошибки совершаются для того, чтобы мы делали из них выводы, накапливали мудрость и с помощью нее становились более счастливыми. А не для того, чтобы терзать и корить себя, засаживая свою душу в темницу и чувствуя себя несчастным и никчемным. И то, что ушло вдаль, в прошлое не было лучшим. Лучшее всегда впереди. Вы поймете это, взмыв из клетки в свободное небо. Послание от Жанра Но звучит так. Порой за счастье нужно бороться даже с самим собой. Как много мы ставим самим себе ограничений и запираем перед собой двери на замки из-за банального необоснованного страха и неверия в себя. Прекратите заниматься этим глупейшим делом. Нужно знать и использовать два правила. Не желать того, что быть не может и, найдя в себе вредные установки, заменить их на полезные. А дальше можно смело идти вперед и действовать так, как вы все можете и все получится. Послание от Хелен Мирин звучит так. Сильные герои всегда одинаковы, поэтому, играя в сильный характер, я пытаюсь найти в нем какую-то слабинку. Не стремитесь к совершенству везде и во всем. Если задуматься, это вам, да и никому не нужно. Не истязайте себя, пытаясь быть лучше всех, делать какие-то дела идеально. Недостатки и погрешности это так мило. И на самом деле нас любят не за хорошие дела и приятные поступки, а за очаровательные маленькие слабости и недостатки. Послание от Джонни Деппа звучит так. Визиты к дантисту, как я люблю их откладывать. Откладывать дела верный способ наращивания проблем. Все это знают и не у всех получается с этим бороться. А бороться и не надо. Надо действовать мягко и творчески. И начинать с маленьких шагов. Сделав маленький шаг, остальные пойдут намного лучше и эффективнее. Необходимо пойти к дантисту, возьмите ежедневник с утра и запишите в нем, что такого-то числа записаться на прием. Все, главное дело дня выполнено. Следующий шаг, запишитесь в назначенный день и опять порадуйтесь, что выполнили важное дело дня. И так далее. В конце можно и вознаградить себя тем, что вы редко себе позволяете. Один маленький успех запускает целую цепочку побед. Послание от Брюса Уиллиса звучит так. Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают. Чтобы рассуждать подобным образом, нужно быть очень сильным и мудрым человеком. Умеет решать свои проблемы и быть самодостаточным. И это настоящая свобода. Она стоит того, чтобы к ней стремиться. И, кстати, именно люди, рассуждающие подобным образом, наиболее притягательны. Послание от Дрю Берримор звучит так. Когда-то я обращалась за помощью к психоаналитикам. Сейчас же я предпочитаю отдых на природе и чтение. Отдых на природе и чтение – вот чего вам не хватает. Выбирайте мудрые и полезные книги. Чередуйте их с любимыми и расслабляйтесь на свежем воздухе, общайтесь с животными. Все это дает большую энергию, необходимую для жизни. Накапливайте ее и не позволяйте откачивать токсичным людям, убежденным, что жить за счет других – самый легкий путь к успеху. Послание от Уилла Смита звучит так. Те, кто действительно принадлежат вашей жизни, придут к вам и останутся с вами. Данная мудрость верна не только по отношению к людям в вашей жизни, но и к вещам и событиям, ко всему. Все, что вам принадлежит, никуда от вас не денется и никуда не уйдет, а то, что ушло, не ваше и не способно было дать вам радость. Когда вы это осознаете, то для вас станет очевидным, как напрасно большинство тревог и беспокойств. Не стоит бояться интриг завистников, к примеру, они не смогут отобрать то, что предназначено вам, как бы не старались. Послание от Люси Лью звучит так. Вы не можете оглядываться назад, вы должны смотреть только вперед. Не оглядывайтесь назад, закройте дверь в прошлое и не позволяйте отравлять ваше настоящее будущее. Сейчас и в будущем намного больше прекрасных моментов и возможностей. Осознайте это и впустите в свое сердце. А кого выбрали вы и откликается ли вам его послание? Обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет это интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня, желаю всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok